Я вам еще не показывала наш номер. Сейчас покажу. У нас гостиница называется Перл Парк. У нас номер на 17 этаже. Мы сейчас наблюдали такой красивый рассвет. Вот так и живем. Друг друга фотографируем. О, как здесь красиво. Такой у нас завтрак сегодня. Все, есть все места. Намного удачнее именно здесь пользоваться ей, чем в СМИ. Ну и знаменитая дубайская остановка. Сели в автобус. Мы в 28-й прождали, наверное, где-то в минут 10. Вообще там довольно-таки недешевый рынок. Не спрашивайте, если бы сюда пойдемте. Сюда приезжает огромное количество туристов, чтобы сделать красивые фотографии и прокатиться на лодочке Абра. Идем сейчас покатаемся на лодочке. Такой вид. Доброе утро. Смотрите, какой у нас рассвет. Красота на небе. Дубай никогда не спит, поэтому ночью здесь движение было. 17 этаж. Сейчас раз цветет, покажу вам наш номер. Всем привет, ребята. 31 декабря на дворе. Дубай. Новый день. Я вам еще не показывала наш номер. Сейчас покажу. Пойдем сейчас на завтрак, спустимся. Юра, привет. Мы уже собрались. Сейчас пойдем быстро спустимся на завтрак и поедем в центр города. А потом поедем на пляж и будем валяться там до самого-самого вечера. Сейчас покажу вам номер наш. Смотрите, заходим. У нас гостиница называется Перл Парк Хотел Апартамент. У нас, видите, небольшая кухня в номере есть. Микроволновка, холодильник есть. Даже стиральная машина. Номер небольшой, но все нужно есть. Двухспальная кровать. Телевизор есть, русский канал. Гладильная доска. Утюг. Я. Большой шкаф. Шкаф у сейф. Здесь такой рабочий уголок небольшой. У нас номер на 17 этаже. Мы сейчас наблюдали такой красивый рассвет. Соломушка вставала. Я сейчас ставлю вам кадры, покажу. Там у нас уже канал Крик. Вечером сегодня пойдем прогуляемся по району. Такая вот у нас обстановка здесь. Туалет, ванна. Большое зеркало для девочек специально. Все наборчики мульно-рыльные. Фен. И сама ванна с душем. Ну, в общем, вот так. Стоимость этого номера на 10 дней и 9 ночей нам обошлась всего 27 тысяч рублей. По большой-большой скидке и по акции. Ну все, пойдемте на завтрак. Вот так и живем. Друг друга фотографируем. Снимаем. Пойдем сейчас опять объедимся. Все, что худели, все зря. Клуби нашего отеля. На улице так хорошая погода. Там он, правда, утром стоит. Пойдемте посмотрим. Добрый вечер. Добрый вечер. О, как красиво. Наш праздник. Да? Не интенсивный. Мы платим сейчас. Окей? Добрый вечер. Смотрите, какая там атмосфера. Как красиво. Сексюрно. О, как здесь красиво. Здесь вечером накрывают тоже шведский стол. В отзывах писали, что очень довольно-таки вкусно. Быстро вам покажу, что дают на завтрак. Овощи можно суратик намешать. Ну, туда, куда-нибудь кукушку. Сэндвичи. Колбаска. Сыры различные. Йогурты. Оливки. Соки. Четырех видов фрукты. Посмотрите, как здесь красиво. Чай, кофе. Здесь горячее. Тосты, джим. Хлебушек. Масло. Джим. Ой, вот это самое вкусное и самое неполезное. Вот, посмотрите. Хлопья. Ну и там горячее. Такой у нас завтрак сегодня. Сосиски, картошка, лепешка. Непонятная субстанция. Фрукты. У Юры тоже овощи. Сыры, колбаска. Выпечка и фрукты. Мы позавтракали. И идем уже на остановку автобуса. Поедем сейчас на Мадина Джумейра. Там рядышком уже пляж. Пляж рядом с отелем Бульчарарап. Он бесплатный. Не знаю, слышно ли, нет, так машины шумят. Пляж бесплатный. Но он не оборудованный. Не такой, как Лямер или Марина, там Борасти. Там шезлонги есть. А на этом пляже просто лежать, загорать, купаться. Идем на остановку в ту сторону. Не туда, где мы вчера ходили, а на противоположную сторону. Там у нас автобус Х-28. Он идет прямо до отеля Бурч-Алярап. Там пешечком прогуляемся. Попадем на Мадина. Полюбуемся на отель на этот, посмотрим. Один из самых дорогих отелей в мире. Его строительство обошлось дороже, чем строительство Бурч-Халит. Такая дымка с утра. На улице... Тепло на улице. Но вот такая, такой, ты не смог, я не знаю, что это. Туман, не туман. Красивый рассвет еще сегодня был. А, кстати, пока мы идем, я хотела вам рассказать, как мы ориентируемся, куда идти. Здесь, в Дубае, отлично работает программа 2GIS, или Дубль-ГИС. Все есть, все места. Тыкайте на любое здание, вам показывают, что здесь находится и со скольки работает. Если это, например, ресторан, дальше написан средний чек. Можно перейти на официальный сайт, посмотреть меню. И очень удобно простраивать маршруты. Он показывает маршруты пешком, с использованием общественного транспорта всего. То есть автобусов, метро, трамваев. В общем, отличная программа, намного удачнее именно здесь. Пользуется ей, чем в СМИ. Также из этой программы можно вызвать такси, Uber или наподобие. Там прописаны цены. Прямо с программы можно вызвать. Что еще? Описание большинства достопримечательностей. Там, кстати, классно описано. Программа на английском. Ну, там все понятно, все инклюзивно понятно. И что самое важное, она работает без интернета. То есть вы ее закачиваете в телефон по GPS. Она определяет ваши координаты. Например, вот мы здесь, нам надо туда простраивать маршрут. Вот, смотрите, какая красота за нами. Дубай, 31 декабря. Отличная погода. Вон наш отель. Но мы едем смотреть на тот Дубай, который все себе представляют. Уезжаем из Дейры. Едем смотреть. Вот. Мы подошли на автобусную остановку. Вот здесь номера автобусов, интервал их движения. С одной стороны. И со второй. Вот наш автобус. Х-28. Сейчас время 9... Короче, 20, не 20 минут ходит. Каждые 20 минут. С 9 до 12 25 минут. То есть мы вот сейчас ждем 25 минут этот автобус. Так же здесь маршрут исследования. Но проще пользоваться. Опять же, 2 ГИС нам более понятно. Ну и знаменитая дубайская остановка. В ней внутри работает кондиционер и есть Wi-Fi. А, и так же там можно подзарядить телефон. Видите? Если у вас совсем сел телефон, можно зарядить. Сидим в автобусе. Игра говорит, не надо как-то так делать. Сели в автобус. Мы в 28-м. Прождали на вы где-то в минут 10. Так это выглядит. Важно, что когда из автобуса вы выходите, не забывайте так же прикладывать карточку к выходу, как и когда заходите. Потому что если вы этого не сделали, а приехали, например, в пределах одной зоны, с вас спешат максимальную сумму. Ехать нам где-то около часа. Будем ехать, смотреть в автобус. Покажу вам. Мы уже подъезжаем. Виден отель Парус. Отель Волна рядом. И здесь аквапарк находится. Мы добрались. Сейчас идем на Мадина Джумейра. Такие красивые пальмы здесь. Уже во всю жарит солнце. А мы не намазались. Прогуляемся сейчас по этому променанду. И потом поедем на пляж. Или пойдем, может быть, прогуляемся. Представляете, вот такой вот ази с зеленью в пустыне. Мы уже почти подошли. Здесь, как правило, вот всегда ориентированно. Стоит много автобусов. Туристически сюда привозят туристов. Вот центральный вход. То есть от остановки вам нужно будет пройти немножко вперед. Ориентируйтесь. Автобусы увидите. И большой вот перекресток-развязка. Вот центральный вход. Написок Мадина Джумейра. Сок по-арабски обозначает рынок. А вообще здесь находится комплекс отелей Джумейра. Здесь вот эти здания. Это торговые центры и отели. Между отелями перемещаются на лодочках. Впереди знаменитый отель Парус. Красиво. Пойдемте посмотрим, что там интересного внутри. Вообще там довольно-таки не дешевый рынок. Он ориентирован для шопинга на постояльцев отеля. А как вы понимаете, постояльцы отеля здесь люди совсем не бедные. Выполнено здесь все в таком старинном арабском стиле. И пахнет чем-то таким восточным. Рынок Мадина Джумейра это не обычные торговые ряды, а настоящая достопримечательность Дубай. Здесь сочетается архитектура старого восточного базара с современными бутюками. Сюда приезжает огромное количество туристов, чтобы сделать красивые фотографии и прокатиться на лодочке Абра. Цены на товары на этом рынке достаточно высокие, так как продаются в основном либо брендовая одежда, либо товары ручной работы, практически всегда в единственном экземпляре. Купить что-то недорогое возможно, например, небольшой сувенир. Торговаться на рынке не принято, поэтому многие местные жители называют эту локацию не базаром, а торговым центром. Построен рынок Мадина Джумейра в курортной зоне Дубая, примыкая к пляжу. Специально для этого места заложили искусственный водоем с каналами. По нему можно прокатиться на национальных лодках Абра. Поэтому это место еще также называется Дубайской Венецией. Рядом стоит один из самых дорогих отелей Burj Al Arab, известный больше как Парус. Немного пофотолить. Сейчас сюда вставлю фотки, вам посмотрите. Красивое место, мне кажется, это лучшее место для фотографий на фоне Бурча-ля-Раба. Если средства позволяют, можно поселиться здесь, в одном из отельчиков. На лодочке вас будут катать ежедневно. Потому что корпусы отелей соединены между собой каналами. Постояльцев отелей совершенно бесплатно катают на этой лодке. Какой вид отсюда еще. Ага. На мостик пускают только постояльцы. Называется, обломаетесь. Либо можно прокатиться на лодочке. Вот такая здесь прогулочная зона. Дальше на мостик нас не пустили. Идем сейчас покатаемся на лодочке. Стоимость 82 дирхамена взрослого. Это 1600 рублей. Такой вид с этой стороны открывается. Катаясь по каналам на лодочке Абра, вы не только сможете своими глазами увидеть территорию отелей, вилл. Но также сделать потрясающие кадры с видом на один из самых дорогих отелей в мире, Бурча-ля-Раб. Рекомендуем вам приезжать в Мадинат Джумейра, либо к открытию к 10 утра, как это сделали мы. Пока еще не так много туристов, не так жарко, и можно спокойно погулять по комплексу, сделать красивые фотографии. Либо же приезжайте сюда вечером, чтобы, устроившись в одной из кафешек, насладиться закатом с видом на один из самых дорогих отелей в мире. Прокатились мы на лодочке. Красиво, конечно. Юра, захотел мороженого. Какой будешь? Манго и кокос. Манго и кокос. Мороженое стоит один шарик, 19 дирхам. Два шарика мороженого, получилось 38 дирхам. Ну, потому что здесь так вот не дешево. Пробуй, Юра. Вкусно? Вкусно. Средние цены в ресторанах здесь супы. 30-40. Салаты 40 где-то. 47-45. Горячие блюда, вот сами видите, 160-140. Завершающий вид с Мадина Джумейра и мы погнали дальше. Пойдем уже на пляж, потому что на улице у него носимая жара. Ну, вот мы с вами подошли на пляж. Смотрите. Пойдем прогуляемся вдоль пляжа сейчас. Красиво. Добрались мы до пляжа Ля Мер. Такси у нас вышло сколько? Здесь помимо самого пляжа много разных кафешек, магазинов, прогулочная зона. Пляж открыли совсем недавно. Ну что? Виллы шейхов вдоль побережья. Разбросаны. Ну, не только шейхов, богатых арабов. Попомнили мы карты на 50 дирхам каждую. В супермаркете просто на кассу подошли, спросили. И сейчас идем встречать Новый год в ресторан. И урод какой красивый.